Это оружие стало настоящей легендой Великой Отечественной войны. Гвардейский реактивный миномёт БМ-13, более известный как «Катюша». Идея использовать реактивные снаряды появилась ещё в 20-е годы. А разработка оружия шла долго. Сначала на бумаге, потом на практике. В 39-м году появились первые реальные образцы. Их испытывали в полевых условиях. Решение о введении нового оружия в производство приняли буквально за сутки до начала Великой Отечественной войны. Первые БМ-13 появились в рядах советской армии уже в июле 41-го. Результат огня реактивных миномётов превзошёл все ожидания. Даже небольшое количество машин могли обстреливать большие площади. Снаряды уничтожали всё – живую силу, технику, укрепление. Начальник рейха Гельдер вспоминал, что на местах обстрела плавилась даже земля. Своё прозвище машина получила в честь одноимённой патриотической песни Михаила Исаковского. «Катюша» издавала громкие, воющий звук во время выстрела, что было подмечено советскими солдатами. Немцы называли машину «сталинским органом». Этот музыкальный инструмент напоминала расстановка ракет на орудии. В 1943 году появилась улучшенная версия реактивного миномёта. Для него создали специальный порох, который имел секретный состав. Военные заводы перенесли в тыл, и они заработали в полную мощь. К концу войны выпустили около 10 тысяч пусковых установок. Отдельное прозвище было у фугасных снарядов для «Катюш». Из-за высокой разрушительной силы их называли «Иван-Долбай». Реактивный миномёт получился настолько удачный, что его модифицированные версии используются и в наши дни. Например, система залпов «Огнеград», которая состоит на вооружении регулярной армии нескольких государств и поныне.